Салют всем чувачки, продолжаем смотреть сериал Замбеты, второй сезон, вторая серия Первая серия была неплохая Пока не знаю, что в итоге будет Нового персонажа ввели и сразу выводят То есть может она будет какое-то время бегать за ними, охотиться Да фиг его знает, короче она заряжена И уже, мне кажется, сейчас начнется с самого веселья Не знаю, давайте смотреть, потом в конце поболтаем, как всегда Эй, новенькая А ты чё это так рано сегодня спать легла? Или чё, может тебе показать ночной лагерь? Ты сегодня вообще какая-то неразговорчивая Чё, может выпьем? Я тут принес, на двоих точно хватит, а? Чё, есть желание? Играть пьяного надо уметь Вот чё я скажу Тут вообще не верится Ну чё ты молчишь? Если пить не хочешь, можем просто поболтать Чё ты? Ты чё, уже уснула что ли? Эй! А я-то думаю, где эта штука? И чё вы орёте, дайте поспать Да нифига себе, вы чё у меня тут в комнате сосёте? Ебать! Всё, нету лагеря Чё за херня? Всё! 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 Что за херня, полковник? Я сам не в курсе. Видимо, кто-то из Новоприбышев был заражен. В смысле? Я сам лично каждого осматривал. Я Хузанбака сразу опознал. Братаны, я, конечно, извиняюсь, что перебиваю вас. Но у нас тут не пустые проблемы, которые нужно сейчас решить. Граната! Взял. Выкину. Дима! 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 В смысле до этого какой был? Ааа, ааа. Вообще не смешно. Не могли, что ли, Собурова позвать? Зовите каких-то Вайнеров непонятных. Типу. Вообще не слышно. Тима, ты сегодня опять телевизор на ремонт не отнесешь, да? Мам, давайте завтра, а? У меня сегодня труба, дела были просто. Завтра, завтра. Каждый день у тебя завтра. Ой, мам, не начинайте, пожалуйста. Вообще-то, эти твои завтра весь год меня кормили. На учебу не ходишь и отчислили тебя. Нельзя же так полам. Есть у нас плохая привычка, переноси все на завтра. А вдруг это завтра и не наступит? Ладно, мам, чистое слово пацана даю, завтра точно отнесу. Хорошо. Слово дал. Не сделаешь, не мужик. Кто там орет? Проститутки уже с первого этажа достали меня. Достали, блин. День и ночь работают трудоголики, блядь. Сейчас я им покажу. Дверь не закройте, мать, а сейчас я буду. День и ночь работаю. Тим, чё там? Чё, чё, писюшики футболе тебе по очкам? Чё, не слышал? Про истопки с первого этажа разорались. Я же тебе говорил бы, ну, Тима, давай их выгоню в прошлый раз. А ты всё, нет, нет, нет. А чё я думал, они интеллигентные и интеллектуальные девчонки. Ой, да не ври. Ты не против был, потому что они тебе бесплатно давали мне? Шакал. Ты же сам к ним бесплатно ходил. Нет, не бесплатно. Когда я в прошлый раз к ним ходил, штуку потерял. Походу, из кармана выпало. Так что не бесплатно, понял? Долбаю. Смотри, этот стоит. Эй, Халк, чё ты делаешь? Ну, Крик, ты услышал, спустился, послушай. Ну, чё, чё там? Вроде перестали трахаться. Русы, они бы так орались, если бы ты сам Халковским члену их трахал. Там явно же не секс. И Крик, и как будто они от удовольствия. Вот, как всегда, ненормальный клиент и парень. Либо менты, либо депутаты. Отвечаю. Эпо, ажди. А чё дверь открыта? Эй, это чё, труп? Чё? Офигеть. Пошли, я пойду. Быстро, быстро, быстро. Да, ребята, в зону еще. Нет, вы должны вернуться, ты не понимаешь. Да чё вы разорались? Остановите машину, пускай эта истеричка выйдет. Дальше спокойно поедет. Сука, знаешь, что сам? Иди, скройся, блядь, урод! Успокойся. А тут еще одна истеричка, да? Тогда бери свою подружайку и валите отсюда. А, стой, а где ваша третья подружка? Где наша третья? Где наша третья, блядь? Она осталась сам! Её, сука, зажали зомби! Что? Спокойся. Для тебя! Сталпоём! Вот, Таша, в такой момент ты бегаешь в свои нефтерные щутки, Тима! Хорошая рань! Тима, ты должен был сделать все аккуратно и проследить, чтобы в лагерь не пролезли зараженные. Полковник, ты совсем, что ли? Откуда ты знаешь, что это мы их привезли? Фара был в эпицентре. И он сказал, что все началось с девчонки, которую ты притащил. Может, лучше изначально не стоило ехать в то место, где до хера зомби, блядь? Да кто же знал, что там зомби есть? А я прям пиздец знал, да, то, что везу эту зомбиху к нам! Хорош, хорош. Сейчас едем до ближайшего аванпоста. Только я не помню дорогу. Карты все в лагере остались. Надо ехать в лабораторию. Что за лаборатория? Вакцину, за которой мы поехали, перевезли в какой-то тайный бункер. Только этот тайный бункер надо еще найти в этом огромном мире. Куда? Найти бункер и так легко. Найти зомби и привезти ее в лагерь. Сабина, успокойся. Успокойся? Ты мне говоришь, успокойся? Я посмотрела на тебя, если бы из-за глупости одного человека на твои глаза зажали бы лучшую подругу. Ёбани-бобани! Не! А ничего то, что из-за тебя и твоих подруг я потерял своих друзей, бля! Так ты же двоих нашел. Ты вообще заткнись, бля! В мире зомби-апокалипсиса надо уже привыкнуть к потерям. И что мы будем делать? Куда поедем? И так лагеря нет. Фара, ты не нагнетай. Сейчас едем до ближайшего водохранилища, придем в себя, наберем воды и там решим, что делать. Ван Гог, ты меня слышал? А, так и сказали бы? Все отлично. Сейчас нужно отдохнуть. Засыпайте. Кроме тебя, Ван Гог! Тима, это что такое? Я откуда знаю. Я сюда вместе с тобой зашел. Ты что делаешь-то, Парис? Я хотел определить, он умер или нет. Но я только в фильмах видел. Видно же то, что он мертв. Че такое-то? Азалия. Это я, Тима. Азалия. Нормально все у тебя тут? Азалия, ты что все в крови? Азалия, ты что, бухгала что ли всю ночь? Азалия! Азалия! Азалия, ты что, настолько что ли холодняк? Азалия! Азалия, елкбак! А вы что, мать мне? Помогите! Азалия! Азалия, ты что, у нас менты искать будут, да? Дебил ты что ли? Какие менты мне? Кто вообще шлуху искать будет? Э, ну, во-первых, я мамка, да? А во-вторых, шлуха не шлуха, а главное же человек. Э, а где тот труп? Азалия, я же дверь не закрыл! Мама! 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 Сука! Сука! Еще раз маму тронешь! Сука! 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 Тихо! Не! Мама! Мама! Мама, мамочка, это реактива! Мама! Мама, что он сделал? Говори! Мамочка! Блин, я! Чувак, че за фильмом уже-то? Я не знаю, я не знаю. Это вы за лапки, мужик. Пацаны, я не специально, а он сам наехал, я не успел. Мужик! Эй! Че вообще происходит? Ты че делаешь? Эй! Че за фон? Ты че творится-то? Это че происходит вообще? Блин, фоник, 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 заводили, святину. Езжай, езжай! Сука! Блин, давай езжай! Эй, ты че, ебать? Ебать! Ты же успел, блин! Да давай, езжай, блядь, езжай! Я в ахую, блядь, че тут происходит вообще, блядь? Че, проснулся? Сколько я спал? Да, часов в десять где-то. Вы Марат, да? Ага. Видите, мы и про вас рассказывали. Ну, когда он еще разговаривали был? Мне не интересно. Ну да, он говорил, что вы жесткий кидало. Я же сказал, мне не интересно. Надо ехать туда, где безопасно. В этом плане Мара прав. Едем в лабораторию. Но сейчас наступит ночь, а это опасно. Надо найти место, где переночеваем. Не, а че время терять? Давайте всю ночь будем ехать. Эй, тебе легко говорить, ты же спишь. Ван Гог, братану, тяжко будет. Надо найти место, где переночевать можно. Как будто он один водитель. Ну, есть тут одно местечко. Только туда на машине не добраться. Бездорожье жесткое. Выдвигаемся. Лагеря больше нет, все заражены. Нам негде переночевать. Капец ты, Тима, черт. Сначала ты нас кинул. Теперь проще со своими новыми друзьями у меня переночевать? Но вы же друзья. После того, что он сделал, давно мы уже не друзья. Эй, Рус, завязывай. Че тебе сто раз объяснять? Нам некуда идти. И вы решили ко мне приехать? Тима, у меня новая жизнь, у меня семья, жена. И че, ты нас не впустишь? Нет, конечно. Пазара нет? Так-то с нами еще Мара приехала. Мара? Ну вот, после того, как мы разошлись, я еще две недели шел к лагерю по координатам. По дороге питался грибами, ягодами, корнями. В какой-то момент даже я подумал, что лагеря вообще не существует. Но все-таки нашел его, а потом вот нашел Тима. Ну или он меня нашел. А Тимара молодец, держишься. Я-то думал, ты давно в доме сожрали. Я рад тебя видеть, Рус. Не, ну ты капец похудел. Ты че, в свободное время вообще не отжимался, что ли? Куда посуду убрать? Посуду, в вагончик можно. Только, пожалуйста, не воруйте там ничего. Рус, успокойся, сейчас другое время. Конечно, другое время. Гелик и оружия-то у нас нет. Ну короче, кто не знаком, это Рус, мой друг. Это моя команда. Новая команда. Я на стреме, если что. Первым убежать, что ли? Ладно, всем споки-ноки, чпоки-фоки. Я спать. Капец, он любит поспать вообще. Рус, где у тебя тут дрочильня? Тима, нет у меня никакой дрочильни. Дурав. И вправду новую жизнь начал. Бизнес-тренинги тебе надо вести. Ладно, Рус, че, куда нам можно лечь? Да, ты можешь лечь куда хочешь. Только не рядом со мной, то жена ругаться будет. Какая-то дурацкая сцена. Капец в этом подвале затрахался. Может, мы в супермаркет переедем? А че нет? Там жить будем, затаримся. Вода бесплатная, хавчик бесплатно мне надо. Хотя сейчас все бесплатное, да? А блин, как эту камеру включить? Ты че, хочешь на эту камеру в вок снимать, как мы выживаем, что ли? Ну да, че. Пока. Русь, че с тобой? Пацаны, что дальше делать? Вон, я капец по родителям соскучился, если честно. Русь. Пацаны, я тоже по маме соскучился. По горячей картошке, по вкусам камбута. Пацаны, этого уже не вернуть. Чтобы не было так тяжело. Давайте договоримся не вспоминать о семье. Чем больше мы это будем делать, тем сложнее для нас. Поэтому лучше попрощаться с этими воспоминаниями. Тяжело прощаться с родными. Да, Рус. Но, брат, старой семьи больше нет. Теперь мы твоя семья. Мы втроем. Знаете, пацаны, вас никогда не брошь. Потому что вместе мы до конца. Вместе мы до конца. Вместе до конца. Чуть-чуть переиграна. Ну что, как? Поспали? Надеюсь, нет претензий-то к моему домику. Нет, Рус, ты что? Все было хорошо. Спасибо тебе, что прилетел в такую большую компанию. Надо ехать. Не на что. Выдвигаемся в лабораторию! Ладно, до встречи, Рус. Кстати, я очень много слышал о вас. Ну, вы совсем не такой, как рассказывал Тима. Че? Ну, в жизни вы не такой тупой. Че? Ну, он, наверное, так шутил. Я пойду. Все, Рус. Давай. Шалко, конечно, то, что ты с нами не едешь. Не переживай, тебя Тима защитит. Я тебя. Че? А? Че она горит? Че? Счастливого пути, говорю. Ага. Я не удивлюсь, если этот парнишка, Нурик, гей. Я тоже надеюсь. Жене свою сламочку передавай. Окей. И че ты? Один здесь останешься. Тебе не впервые меня одного оставлять? Рус, хорош. Че тебе тут делать-то? С женой жить. Бери с собой жену, поехали вместе. Чтоб ты потом нас вдвоих кинул? Рус, я вас не кидал. Я уехал, чтобы отвлечь зомби. И хотел вернуться. Но было уже поздно. Это ты решил к телкам своим поехать? Я их встретил случайно, когда оказался в лагере. В лагере? Тима, ты же больше всех не хотел попасть в лагерь. А я там оказался тоже случайно. Когда я приехал за вами, надышался дымом, вырубился. Очнулся уже там. И там мне уже не дали вас найти. Тима, если бы ты хотел, ты бы нашел нас. Я и хотел вас найти. И тебя я нашел. Тима, это я тебя больше нашел. И вообще, вспомни свои слова. Что мы вместе до конца. И был конец, тебя рядом не было. И что получается? Ты пустослов? Ладно, Рус, извини еще раз. Рад был тебя видеть. Поехали. Не изменился прямо. Руслан? А ты не поехал с ними? Нет, конечно. Поеду я с ними. Случится что обратно. Один останусь. Так ты и так один, Руслан. Твой мозг выдумал меня. Меня не существует. Нам некуда идти. И Тима, ты решил приехать ко мне? У меня новая жизнь, семья, жена. Ладно, Рус, что, куда нам можно лечь? Даша, ты можешь лечь куда хочешь. Только не рядом с ума, жена ругаться будет. Я вижу, как ты страдаешь без своих друзей. Будь с ними. С ними ты настоящий. С ними ты живой. А как же ты? Я не обижусь. Я всегда буду рядом с тобой. Блядь. Что? Эй, кто это был? Херу лови! СТОЯЙ! Ой, кто это интересный? СТОЯЙ! Не тот ли кто себя подорвал? СТОЯЙ! Не трогайте меня. Пожалуйста. Пацан, ты еще бегаешь? Пожалуйста. Не трогайте меня. Мы же тоже люди. Не трогайте меня. Вставай! Пушки убрали, суки. Слышь, а ты не до хуя смелый, чтобы одному переть на всех? А кто сказал, что я один? Опа. Салам алейкум. Что за замок вообще? Что там все еще и кто тут... Я советую вам опустить оружие. Опусти оружие, сука! Опускаем. Так вот. Обидно, да, наверное? Во время зомби-апокалипса от людей умереть. Тише, тише. Ты че? Смотрите, пацаны. Лов хороший. Машина. Оружие. И самое главное, тепкие. Э, пацаны! Подождите! Не надо! Я передумал! Он с вами? Я с вами! Эй, не уезжайте! А что ты решил с нами-то их? Это я сейчас понимаю, что идея и так все была. Пожди, а где твоя жена? Дома осталась одна. Дома одна? Ну да, ей одной нормально. Тем более она выдуманная была. Выдуманная? Ну да, прикинь, целый год одному жить. Вот мама с дома сошел и выдумал ее. Ты тип, конечно, Рус. Выдуманных детей хотя бы успел сделать? Пришел ты. Пожди, Гриш, мозг ее выдумал? Ну да, прикинь. У тебя же нет мозгов, Рус. Ладно, я убираю. Иди ты. Молодец, Руслан. Я горжусь тобой. Спасибо. Я люблю тебя. У этого похода натуре фляга ботикон. Что, как думаете, нас куда и везут-то? Не знаю, куда они нас везут, но судя по их количеству, нам оттуда не выбраться. Ну, это не точно. Дикарей какие-то. КОНЕЦ Как вам поездка? Добро пожаловать к нам домой. Тут вы проведете оставшуюся жизнь. Ну, если это можно назвать жизнью. Туча. Да? Что будем делать с ними? Не знаю. Это как обычно решит большой брат. О-оу. Соби. Вы же не знаете, да, кто такой большой брат? Все эти зомби. По сравнению с ним ничто. Так что молитесь, чтобы у большого брата было хорошее настроение. А если он без настроения, то я вам не завидую. Большой брат идет. Большой брат идет. Я уже подумываю забрать свои слова обратно. Слишком много эпик фейлов с начала серии. С этого укуса в итоге беспредела в лагере. Ну, с этой гранатой блин, ну мог по сути, мне кажется. Ча. Этот вот прям вот блин, чувак, который оторвал чеку, он вот так вот сделал, он не кинул. Он, блядь, замешкался. Это вот не видно было, что ли, когда снимали? Я что-то не понял этого. Он ждал, когда на него нападут. Хоп, стоит. Замер. Ну и, собственно, этот чувак тоже мог поднять эту гранату и выкинуть куда-нибудь подальше. классный замут с тем, то, что показали 21-й год, как, типа, этот вирус появился. но ГГ-шоу вот не в 21-м году было, а в 20-м. Так что, о, даже раньше, это же первое ГГ-шоу, по-моему, там. Фиг знает. Истерически, всегда бесили. Жаль, жаль маму, короче, его. И это круто. Они, конечно, то, что справились с этой проституткой. Не знаю вообще, что происходит. Блин, вот маму жалко, конечно. И уже было жалко, когда он сказал, что дверь не закрывайте. Вот. Откуда все-таки взялся вирус, непонятно. Ощущение, будто какой-то зараженный гость пришел к проститутке и заразил ее. Или она. Короче, фиг пойми. Опять же, нету информации, откуда вирус. Вот. Замут с женой Руслана, конечно, это пиздец. Просто пиздец. За год чувак в одиночестве не может выдумать себе женщину. Не может быть такого. Но выдумал. Ладно, это просто сериал. Очень глупо как-то. Капец, как я охренел. Я еще думал, да, что он как-то появляется так странно. это же не саламчики. Но вот этот момент, то, что я ж ты же меня выдумал. Фак, как это было стремно. Так ты и так один, Руслан. Твой мозг выдумал меня. И она еще так, она... короче, вообще. Мне это тем не зашло. Когда они спалили чувака и побежали за ним, я сначала подумал, что да, походу, это Тиля. Нас к нему приведут. То есть, мы к нему. Но после, когда появилась какая-то банда дикарей, мне почему-то показалось, что они привезут их в лагерь и, собственно, там будет Тиля. И капец, он главный там. Большой брат. Большой брат следит за тобой. Ну, дикари какие-то пипец странные вообще. и зачем типа охотиться на людей. Тоже фиг знает. И так, ну-ка, дайте-ка взглянем на Тилю. Ну, особо не извинился. Не изменился. Вот и все. Вся команда в сборе. Так. Тиля каким-то странным образом выжил. И это было тоже понятно. что он выживет, не умрет. По-любому он будет сейчас недовольный, мстить. Ну, то есть, не мстить, а так же, как и разгнать на этого Тиму. Не знаю. Посмотрим. Но что-то пока этот, некоторые моменты вот в этой серии вообще что-то как-то не вкатили. Не знаю. Но, слава богу, нету съемки от себя. вот этой камеры. А все круто, круто, круто снято. Вот. Все на этом. Как вам? В комментариях. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.